Китай следит за туристами. На севере Таджикистана построят новый офис Народно-демократической партии Таджикистана. Восточный Туркистан, детский сад за колючей проволокой. Китайские власти, ведущие тотальную слежку за жизнью мусульман Восточного Туркистана, вот уже на протяжении долгих лет начали устанавливать приложения для слежки на телефоны жителей других стран, посещающих Китай. Об этом сообщает The Guardian. При въезде в Синьцзянь-Уйгурский автономный округ через границу Кыргызстана и Китая, пограничники КНР устанавливают приложения для сбора персональной информации в телефоны туристов, передает издание. Приложение собирает данные пользователей и проверяет электронную почту, список звонков и сообщений. Туристов, естественно, не предупреждают об установке программ или отслеживании информации. Расследование The Guardian, проведенное вместе с партнерами, в том числе Süddeutsche Zeitung и New York Times, обнаружило, что у людей, которые переходят границу в Иркиштаме, тщательно проверяют телефоны. Согласно данным исследования, приложение сканирует телефоны на наличие контента, который запрещен в Китае. Список данных для распознавания приложением включает, помимо всего прочего, также темы, связанные с обрядами в исламе. The Guardian удалось взять интервью одного из туристов, пересекших границу в Иркиштаме в этом году. Он рассказал, что на границе с Китаем пограничники забрали его телефон на проверку, которая длилась около часа. Никто не знал, что именно проверяют в его устройстве. Когда телефон вернули, он обнаружил установленное приложение. Пресс-служба главы Сагдийской области сообщила о строительстве офиса Народно-демократической партии Таджикистана в Мачинском районе Сагдийской области. По предварительным подсчетам, для строительства двухэтажного офиса правящей партии будет потрачено порядка 500 тысяч сомании, сообщает пресс-служба. Новый офис партии планируется к сдаче до конца года, а средства на его строительство, по утверждению пресс-службы главы Сагдийской области, выделят местные меценаты и члены НДПТ. Напомним, что НДПТ является единственной партией, которая имеет свои здания в столице и других регионах страны и насчитывает около 500 тысяч членов. Большинство из них составляют бюджетники. Некоторые из них даже сообщали о принуждении к вступлению в партию под давлением своего руководства. Также стоит отметить, что в начале 2019 года сотрудников государственных учреждений в Шахритузском районе Хатлонской области, в частности, медиков и педагогов, обязали перечислить однодневный заработок на строительство здания районного офиса НДПТ. BBC опубликовала эксклюзивный репортаж своего корреспондента Джона Садварда. В видеорепортаже продолжительностью около пяти минут журналист BBC в ходе бесед с беженцами-юйгурами из Восточного Туркестана выявляет факты разлучения детей с родителями в целях дальнейшего воспитания детей в духе идеологии Китайской Республики. В частности, журналисты рассказывают о том, как и где воспитываются дети уйгуров, попавших в лагеря, а также те дети, родители которых смогли сбежать от такой участи, выехав из страны, оставив детей под присмотром близких родственников. В видео запечатлены кадры закрытых школ с казармами для проживания детей рядом с лагерями перевоспитания для взрослых, а для детей дошкольного возраста существуют детсады за колючей проволокой. По словам свидетелей, все это делается в целях лишения молодого поколения своей идентичности, в первую очередь исламской идентичности. Один из давших интервью, Абдырахман Такти, приехал в Турцию в 2013 году. Три года назад его жена с детьми решила ненадолго съездить домой в Синьцзянь и пропала. А потом он обнаружил в сети видео, на котором его сын в школе-интернате говорит на китайском. Их цель – лишить наших детей своей идентичности и превратить в китайцев-ханьцев. Мой сын уже три года находится в руках китайцев, заявляет Абдырахман. Немецкий исследователь доктор Адриан Зенц, изучающий массовые задержания мусульман восточного Туркестана, называет действия властей Китая культурным геноцидом. Власти Синьцзяня пытаются полностью взять под свой контроль молодое поколение, буквально взращивая такое поколение, оторванное от своих этнических корней, культуры, верований и языка. Я полагаю, что все это указывает на то, что называется культурным геноцидом, говорит он. Cultural genocide. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин